Всем привет! Вы на канале Футбол Ньюс. И мы находимся около редакции газеты «Приазовский рабочий». И через считанные минуты пройдет пресс-конференция главного тренера Мариуполя Александра Бабича. Ну что ж, готовы? Поехали! Ну планируется играть в Одессе. Скажу так, в том году нас там хорошо приняли, поддержали. И люди пришли. И я считаю, что есть возможность и нашим болельщикам, которые будут приехать, поболеть. Мы бы очень хотели, чтобы мы проводили матчи в Мариуполе, но понимаем, что нам запретили проводить. Поэтому мы уверены в том, что в этом году нас тоже в Одессе хорошо встретят. Мы привезем именитого соперника и отблагодарим всех. Прежде всего, хорошей игрой. Какие-то есть уже ясности по составу? У нас, получается, первая, это горячая позиция. Сейчас мы будем встречаться по поводу арендователя. Из тех футболистов, у которых заканчивается контракт, Деми Рим, он уходит, претензий никаких нет, вопросов нет. Мы пообщались с ним буквально пару недель назад. И по семейному осредству он попросил его отпустить немного раньше, не ждать окончания контракта. Мы пошли на встречу, пожали друг другу руки. Парень отработал качественно, нам помог. Что касается Мишнева, у него контракт тоже заканчивается с ним. Был подписан контракт. Что касается Гальчука, Федорчука, Тищника, то по всем этим футболистам мы хотим каждого продлить. Но сейчас как раз мы будем встречаться, уже более конкретно разговаривать. Я думаю, что меня и РФОСы должны услышать, и я считаю, что ребята заслужили. И думаю, что в принципе проблем у таких не будет. Именно с теми футболистами, которых он каким оставит, и у которых заканчивается. А по арендованным? По арендованным немного сложнее. Мы понимаем, что... Ну, тут уже Саша Зубков. Навряд ли мы сможем его удержать, потому что... Проявил себя и знаем, что есть заинтересованность в нем. Что касается всех остальных, то мы бы хотели, чтобы и Чабатенко остался, и Натенко, и Халенок, и тот же Кирюханцев, Борячук, Чурко. То есть это именно те футболисты, которые стабильно играют у нас в основном в составе. А по укреплению? Какие позиции вы хотели? Ну, первое, что надо понимать, кто остается. Хотели бы укрепить позицию кранего нападающего. Мы понимаем, что тоже, да, еще Данил. Данил, Секан из зарядованных. Скорее всего, он у нас останется. Есть у нас по МИН, как бы, Борячук, по первому нападающему. Ну, такая позиция крайней защиты и крайней нападающей. Еще вопросы будут. Конечно. А вы понимаете, что вам нельзя проигрывать третий мировой? Или он еще просто третий мировой? Ну, мы же, мы двигаемся, мы двигаемся. Мы же такие разговоры о том, что вались, вались и... Да, да, мы понимаем. Ну, тем не менее, мы двигаемся вперед. Вы видите, в том году у нас было пятое, сейчас четвертое. В том году мы в третьем вылетели. И я думаю, по этой тенденции мы должны и всеми силами постараемся в третьем не вылететь. Мы команда небольшая, скажем, скромная. Ну, посмотрим, может это, какой фейли будет. Мне бы хотелось, чтобы вы попали на пленчатку. Почему? Ну, не знаю. Мне хочется на... Это был... Уэль Харпун, да? Хочется слетать в листы футбол, протестировать. Вопросы еще есть? Никакого дальше, пожалуйста. Кого из верхового одержного состава вы планируете взять на сборы в Турцию? Ну, мы постоянно и смотрим на матчи Дугле, и есть и молодые футболисты, которые хотим взять на сборы в Турцию. Это прежде всего Петерман, это прежде всего Проданов, Литовченко, молодой парень 99-го года. Ну, и, естественно, там Карабенко, Бугай, я уже больше к первой команде. Тим, не Карабенко, ну, Белоконик, Бугай. Они больше уже работают в обоиме с первой командой. Ну, из тех молодых, которые мы еще не брали, это Хоккей Петерман, Литовченко, ну и Прохов. Вот как это было для себя, для тренировок? Ну, я считаю, что положительно. Положительно, но прежде всего то, что мы выполнили задачи, все-таки можно тут говорить и рассказывать по поводу каких-то незасчитанных финансов, там, игрок, что получилось, что нет, ну, все равно будет. Ну, я думаю, что тренера оценивать по выполнению задачи, по результатам, я считаю, что если мы добились четвертого места, еще на шаг поднялись, то я считаю, что положительно. Что касается, ну, игровых, то я считаю, что, ну, ребятам за этот год очень сильно прибавили. Все, спасибо большое, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok